С 21 по 30 октября Самара живет балетом. Здравствуйте, вы смотрите программу Город С, с вами Марьяна Мирная. В гостях у меня сегодня Самарский академический театр оперы и балета в лице главного балетминистра театра Кирилла Шмаргонера. Здравствуйте, Кирилл Саныч. Здравствуйте. Ну, я вас поздравляю, во-первых, с открытием 86-го театрального сезона. Это немаленькая дата, и как уже традиционно и ожидаемо, и многие поклонники ждут, что театр открывает сезон традиционным фестивалем имени Аллы Шелест. Что это такое для театра? Как театр подходит к этому событию? Какова подготовка и душевное состояние, что уже не первый и не второй год открываем СЕЙМ? Ну, нас уже перевалили мы за экватор на фестивале, осталось два спектакля, но волнуемся все время, каждый раз, все больше и больше. Это фестиваль, по-моему, очень высокого качества, потому что те исполнители, которые приезжают к нам, я думаю, это лучшие исполнители России и, наверное, даже больше, потому что там Чудин, Образцова, ну и другие все это танцовщики очень высокого полета. Ну и естественно, что наша труппа тоже волнуется, потому что она должна достойно как бы аккомпанировать этим исполнителем, и пока что все идет, слава тебе, Господи, неплохо, по-моему. Насколько для вот наших ребят, вы говорите, волнуются, и хотя вот наши солисты балета, они же тоже высшего уровня, танцовщики и балерины, прекрасные, совершенные, я бы даже сказала, почему они волнуются и насколько им удается станцеваться, что ли, с коллегами по цеху, да, которые приезжают? Долго это, это длительный процесс или профессионалист дает все-таки? Нет, это процесс не длительный, потому что иногда они приезжают днем, а вечером уже спектакли, и вот в ночь уезжают. Вот, и поэтому, видите ли, мы танцуем в основном с ними такие спектакли, которые мы называем казенными, которые идут, ну, практически во всех городах, там Жизель, Лебединое озеро, Спящая красавица. Так вот эти спектакли идут, как бы, почти во всех городах в одном варианте. Боядерка, вот вчера, которая, кстати, сказать, была. Поэтому мы сверяемся с ними, безусловно, есть какие-то у нас разночтения бывают, там, в тексте, в мизансценах, но, в общем, это все быстро очень, все-таки все профессионалы. Ну, и наши солисты, вот в открытии был, так сказать, дивертисмент, в котором участвовали одновременно и наши исполнители, и исполнители Москвы, и я думаю, что наши не ударили лицом в грязь, имели успех и достойно представили Самару. Вы, как главный балетмейстер, довольны ими, да, остались? Ну, в общем, да, хотя довольным быть никогда нельзя в нашем деле. Ну, нет предела совершенства. Ну, в принципе, да, да, конечно. Скажите, вот фестиваль имени Аллы Шелеста – это фестиваль классического балета. Насколько, на ваш взгляд, популяризация именно классического балета, ну, в связи с тем, что, да, сейчас много современного балетного искусства, многое, сейчас тоже об этом поговорим, многие называют это балетом, но, допустим, многие не назвали бы это балетом, да, тут разные тоже разночтения есть. Насколько именно балет классический, на ваш взгляд, сейчас популярен, достаточно ли он популярен, и чем помогают вот такие фестивали, как фестиваль Аллы Шелест, для продвижения его в народ? Ну, нельзя сказать, что это чисто классический фестиваль, при том, все-таки идут все классические балеты, они идут уже некоторые более ста лет, понимаете, и это говорит о том, что они живут, живучие и будут еще жить впереди, и зритель любит их. В этом фестивале, надо сказать, что мы можем, классика есть разная, есть классика там Пятипа, допустим, это те времена, но есть современная классика, которую вот показал, допустим, Чудин, монолог Ленского. Это известнейший балетмейстер Джон Каранко, прекрасно все это исполнено было, это уже не та классика, как Пятипа, это другая классика. У меня танцевали размышления ребята, это номер вроде основанный на классике, но тем не менее это другая классика, современная классика. Магбета даже в постановке Васильева танцевали, поэтому классика ведь тоже развивается, нельзя сказать, что это классика вот такая мертвая штука. Нет, она живая, она развивается, и надо сказать, что танец модерн достаточно впитывает в себя классики, и классика впитывает в себя модерн. Сейчас вот говорить языком Пятипа уже никто не будет, понимаете, современная классика. Время меняется. Время идет, и наш танец меняется, появляются новые движения, техника усовершенствуется, очень много появилось. Вот я когда ушел со сцены, это 80-й, там, 81-й год, я даже не знаю этих движений, которые сейчас появились. То есть я знаю, что они появились, но тогда мы их просто не исполняли. Вы не использовали, да? Их не было просто, как таковых они придуманы. Слушайте, а я думала, что уже ничего нового изобрести нельзя, можно только совершенствовать себя. Ну, мы тоже так думали. Вот, а оказалось, что классика жива и развивается. Я надеюсь, еще впереди много нового. Такой момент. Вот за эти несколько дней фестиваля проходят два гала-концерта и пять балетных спектаклей. Это много? И вот как здесь понять? Потому что в течение месяца, да, составляется репертуарный лист для актеров, и есть какая-то все равно, ну, удобоваримая нагрузка, да, сколько можно, а что уже является перебором, потому что действительно большая физическая нагрузка. Вот такой режим, он хорош или есть в нем какие-то такие вещи, которые, ну, надо себя взять в руки, вот это отыграть и потом отдохнуть? Ну, я думаю, что раньше, понимаете, три раза в неделю всегда шел балет. То есть это как раз через день практически, как сейчас. Сейчас мы танцуем значительно меньше, потому что театр как бы у нас обслуживает не только оперный театр, и балетные, но и различные мероприятия. И, к сожалению, у нас не так много спектаклей идет. Допустим, у меня три пары ведущих, и если вот в сентябре три спектакля было. По одному разу танцевать это мало. А сейчас, конечно, у них этой привычки нет, но когда мы ездим за границу, мы обработаем каждый день. В режим нон-стоп. Да, и правда там нет быта за границей, люди не должны заниматься ничем. Их привезли из гостиницы, они оттанцевали и увезли обратно. Но я думаю, что сейчас все справляются спокойно. Нет, это не так трудно через день работать. Вот как раз хотела, хорошо, что затронули тему поднять, того, что поклонники балетного искусства в Самаре, которые воспитаны на хорошем балете, ну не то чтобы жалуются, но сетуют на то, что хотелось бы больше, хотелось бы чаще. И от чего, от кого это зависит, и есть ли у нас перспективы? Это зависит не от нас, а зависит... Нет, я понимаю, что вы-то готовы каждый день. Это зависит не от нас, и нам, и ребятам, и заработать было бы лучше. Тем более мы перешли как бы на систему палочную. Больше станцевал, больше заработал. Вот такую. Кирилл Александрович, как вы воспринимаете этот фестиваль с тем, что он вам ежегодно? Вы видите что-то другое, что-то новое? Появляется то, что греет и радует душу вашу, как балетмейстера, как в прошлом танцовщика? Ну, каждый фестиваль у нас немножко другой. И в этом фестивале совершенно уже другие спектакли, много новых номеров. Последний будет у нас «Мой творческий вечер», то, чего никогда не было. Как бы два отделения моей постановки. Ну, и исполнители тоже меняются, хотя лучшие. Мы все-таки пытаемся, чтобы это были лучшие исполнители. Они приезжают, они любят этот фестиваль и всегда с охотой пытаются там освободиться всячески. В Большом театре уговаривают руководителей, чтобы их отпустили на наш фестиваль. Им здесь нравится. И следующие уже задумки есть на следующий фестиваль, не буду рассказывать. Но мы пытаемся каждый фестиваль немножко сделать другим. Иначе. Чуть-чуть иначе. У нас есть сюжет о том, как открывался фестиваль Аллы Шелест в этом году. Давайте его посмотрим и вернемся. Каждый год фестиваль классического балета имени Аллы Шелест собирает лучших российских балерин и танцовщиков. За творческим вдохновением, обменом опытом и новыми впечатлениями на форум в Самару. Приезжают даже примы и премьеры Большого театра. Когда ты приезжаешь в какие-то города, неважно, это город России или иностранный город, то это всегда абсолютно другая атмосфера. И те вещи, которые я уже, казалось бы, танцевал несколько раз, всегда как-то их чувствуешь на разных сценах по-новому. И поэтому Самара – это, опять же, театр. Здесь очень хороший театр. И здесь, конечно, танцевать – одно удовольствие, и получаешь новый опыт. Алла Шелест – одна из самых значимых фигур в истории российского балета 20 века. Рождение фестиваля и ее имени в Самаре не случайно. В 70-х годах прошлого века она возглавляла балетную труппу Самарского театра оперы и балета. Каждый раз это открытие, это ликование, потому что память такой балерины живет, и мы все о ней вспоминаем, и новые поколения узнают, что была такая восхитительная танцовщица. Совершенно незаурядная, и, мне кажется, равных ей нет. В 2011 году фестиваль классического балета имени Аллы Шелест вошел в ассоциацию европейских фестивалей, став частью международного культурного сообщества. Приобщиться к высокому искусству можно до 30 октября. В воскресенье фестиваль завершится галоконцертом. Кирилл Александрович, вы сказали, что будет творческий вечер своего рода. Да, да. Ваш, расскажите поподробнее. Это как раз на закрытие, да, фестиваль? Ну, закрытие будет, да, мой творческий вечер. Первое деление будет серенада, постановка в честь Петра Ильича Чайковского, в честь его дня рождения. И второе деление – это будет 10 номеров, которые некоторые поставлены специально для этого фестиваля. Несколько номеров тут никто не видел. Какие-то фрагменты из балетов, из Щелкунчика и из Дамы Пик будут. Ну, и несколько номеров я поставил специально для этого концерта. Потом это хорошо для… Понимаете, концертная программа всегда хороша тем, что можно показать значительно больше людей. Если в классическом балете, ну, ведущая пара и там несколько… То есть здесь можно показать уже много других исполнителей. И я постарался, чтобы были заняты все наши солисты. Ну, и кардебалет тоже самое. Ой, прекрасно. Я думаю, что и зрители, и наш телезритель, и ваш зритель с удовольствием придут и посмотрят, как придумывается балет. Как придумываются номера. Что это такое? Потому что для меня это какая-то загадка. Как в вашей голове рождаются эти образы и те движения, которые должны выполнить на сцене танцовщики, да так, чтобы и мы в зале поняли вашу мысль? Это, понимаете, вопрос такой творческий. У каждого совершенно по-разному это происходит. Но иногда, чаще всего, это идет от того, что ты, когда слушаешь музыку, и от прослушивания этой музыки, значит, у тебя какие-то вызывают ассоциации. Ты, значит, пытаешься воплотить эту музыку в движениях. Значит, вот я в своем концерте использовал, ну, несколько стилей. У меня есть, допустим, импрессионизм «Лунный свет» есть такой музыкальный номер, я поставил «Лунный свет». Значит, есть номер, который я поставил под впечатлением, был на выставке Сальвадора Дали, давно где-то там в Испании. Да, вот. И есть картина, у него такое «Осеннее каннибальство», и я подобрал музыку. Тут уже, видите, шло наоборот. Наоборот. И будет номер, который называется «Памяти Сальвадора Дали». Здесь есть грустный вальс Сибелиуса, это уже другой стиль. И по музыке тоже. Есть музыка, был такой молодой чудесный композитор, к сожалению, рано ушедший петербургский Курюхин. Вот. На его музыку я поставил номер «Последний лист», который, ну, как бы, что навеяло сюжет. Вот. Не помню, кто автор, но читал, что вот ребенок болел и смотрел в окно на дерево, и когда с него падали листья, он думал, вот, «Последний упадет, я умру». И этот лист привязали. У меня он упал. Вот. Но, в принципе, вот это была идея этого номера, была вот отсюда взята. А иногда это совершенно бывает, наоборот, придумываешь сюжет какой-то вдруг в голове, потом начинаешь искать под него музыку. Вот. Ну, а движение уже как-то, это образность. Ты ищешь какие-то движения, которые будут соответствовать этому настроению. Это молодцы, Ренаде, там нету сюжета, но там есть два части, в которых совершенно различные настроения. Одна это, я так себе представил, что это весенняя влюбленная пара. Другой, наоборот, женщина, которая, ну, вот она увидела их поцелуй, и у нее где-то в мечтах, а у нее два человека за ней, как бы, которые она не может выбрать, или они ей не нравятся. Вот такие вот какие-то, нету сюжета, но какие-то ассоциации чувственные должны появиться обязательно. Я вот не очень люблю совершенно без всего, сейчас модно вот просто так поставить, и как-то, или я уже устарел, не знаю, я не очень люблю, когда нет ни сюжета, или каких-то ассоциаций у зрителя. Просто так движение. Вот как раз об этом, вот есть техническая сторона все-таки, а есть эмоциональная, да, и актерская, да, мы это называем, драматическая, что ли, как-то так, наверное. Да, да, конечно. Вот вы больше приверженец все-таки классического восприятия балета, чтобы в танце не только прочитав либретто, но и по танцу эмоции у человека рождалось, да, и можно было понять и прочувствовать даже не читая. Или вы тоже современные какие-то используете? Грузин, закончивший русскую школу и танцевавший у Лопухова, и взявший его идею вот этого симфонического танца бессюжетного. И у него огромное количество работ, которых сюжетов нет. У него, по-моему, два или три балета с сюжетом, и они ужасны. Вот у него ничего не получилось. Но то, что он делал бессюжетно, сейчас у нас в России с опозданием большим, но, тем не менее, и в Большом театре, и в Мариинском, и в Пермском театрах, во всех театрах идет баланчин. Потому что это определенная школа, это требует очень хорошим владением техникой танца. И вот он берет этим, такой красотой движений, комбинационностью различной. Но, в принципе, я-то воспитанник как бы уже позже в советской балетной школе, скажем так. И у нас все-таки это было все желательно иметь... Мне кажется, и зрителю это интереснее намного. Хотя я могу поставить и бессюжетные вещи. Проще даже, да? Ну, это проще, конечно, да. Не могу не спросить. Вот все мы знаем, что у девушек в балете достаточно короткий век, и рано уходят солистки балета на пенсию. У мужчин он подольше или тоже такой же короткий? У мужчин наоборот. Мужчин еще раньше. Еще раньше? Да вы что? Мужчины, понимаете, когда ты потаскаешь несколько тонн за жизнь, то ты деформируешься, никуда тут не денешься. Все это спина, колени, все это... Мужчины раньше заканчивают свою карьеру. Знаете, в спорте уже в 30 лет, в виде спорта, который требует, допустим, скорости и силы, люди уже свой пик прошли. А были, вот, к 30 годам. Ну, танцовщики держатся на том багаже, который они, значит, заработали за предыдущие годы, вот, на опыте, на мастерстве. Они продолжают еще как-то держаться. Но женщины некоторые, Майя Михайловна. Ну, это да, есть такие. У Галины Сергеевны Уланова в 56, Джульетту танцевала. Ну, это кубинская, господи, фамилию, она, по-моему, 80 лет танцует, ничего не видит, ей делают там полоски всякие, чтобы она слепая операцией, да. Вот такие дела. Нет, женщины дольше держатся, потому что, во-первых, они, на мой взгляд, более трудолюбивые, более тщательно работают и сохраняют. Потом, мужской танец, он ведь в основном прыжковый, прыжок теряется. У женщины меньше прыжковых танцев, движений значительно. Ну, и на пальцах они все-таки, их носят. Вы отговаривали в своей уже, ну, педагогической и режиссерской, так скажем, деятельности, отговаривали кого-нибудь от занятий балетом? Говорили, что сынок, куда тебе? Ну, я в школе довольно в Перми много преподавал, у меня лет 20 классику преподавала, дуэтные, до приезда сюда у меня много, от Нади Павлова, учеников еще и раньше намного, многие уже все пенсионеры. Некоторые были случаи, когда я говорил, знаешь, лучше тебе не надо. Вот, были такие случаи, были случаи, когда я видел, что вот человек способен к импровизации танца, к сочинению. Я им говорил, давай ты быстрее, потому что я сам ушел поздно со сцены. Я сейчас понимаю, что мне надо было раньше уйти, может быть, немножко. Ну, с другой стороны, я считаю, что что кому суждено, то и должен сделать. Вот, такие, ну, кто-то позже начал, раньше закончил, кто-то такие вот, знаете как. Хочу вернуться немножко еще к фестивалю и к самой персоне Алла Шеллис, потому что она, конечно, для балетного мира, ну, махина и величина. Да, и вы с ней были знакомы, как вы уже оговорились, не близко, да, но, тем не менее, представление было, вы были еще молоды совсем. Да, мы не близко знакомы, но я знаком с ее творчеством, видел ее на сцене. И скажу вам, что, в общем, Петербург ее обожал тогда, то есть Ленинград, скажем, тогда ее обожал. Чем она брала? Она была всегда эмоционально очень насыщена и богата. У нее прекрасные работы, она была великолепна и в Зареме, и потрясающий совершенно, и Капсоновский номер, Вечный идол. Она танцевала блестяще в этом отношении. На нее смотреть равнодушно невозможно было. Смотришь на балерин, да, технический, да, замечательное тело, ноги поднимаются все и спокоен. А здесь невозможно было смотреть на нее вот так вот. Вот она всегда волновала и брала вас вот за душу прямо в этом отношении. Она не могла холодно танцевать. Она сумела, на ваш взгляд, передать эту вот атмосферность, может быть, нашему театру? Это невозможно, это невозможно передать такие вещи. Ну как вы передадите двое свое мнение? Научить. Научить этому тоже невозможно. Это надо, научить можно движением как-то, исполнительству. Научить можно, есть балерины, которые вот, у нас была одна чудесная балерина, потом она в Маринском театре бедала и ведущей, и вела. Но вот балетмейстер, которым мы работали, Николай Николаевич Боярчиков, он говорит, она как воск. Понимаете, вот я ей придал, вот отсебятины, можно сказать, никакой. А иногда хочется, чтобы человек что-то от себя раскрыл. Я фамилию не буду называть, но вот она могла исполнить все, что вот ей как скажешь, так она и сделает. А есть балерины, которым, вот ты можешь говорить, она все равно свое внесет. И это замечательно бывает. То есть то, что называется индивидуальностью творческой, и она всегда должна присутствовать. Это зрителю всегда интересно. Иногда бывают промашки. Вот не попал человек в точку, но иногда зато бывает откровенно. Ну не ошибается тот, кто ничего не делает. Да, 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 совершенно. Две минутки до конца остается. Не могу не спросить все-таки о планах. Что в этом сезоне мы будем смотреть? Новое что-то, может быть, мы увидим. Планируется якобы так Бахчисарайский фонтан. В постановке Захарова это перенос, как называемая «Казенка». Ну, спектакль достаточно любимый зрителями. Поставлен давно очень. Надо сказать, что у нас очень хорошо распределятся партии. У нас найдутся хорошие исполнители. То есть у нас есть кому? Вы уже принимаете. Иногирея, все есть очень хорошие исполнители. У нас замечательный Нуралин, замечательный Гирей будет. Ну и Мария Зарема, само собой. А еще что хотелось бы еще? А хотелось бы? Ну, хотелось бы много что. Я вообще считаю, что у нас, к сожалению, очень мало бывает таких концертов, в которых идут концертные номера. Это дало бы возможность многим себя проявить. Не одной паре балетной, а многим. У нас был такой, по приезду сюда, я сделал программу «Классика и современность». Там были поставлены и классические номера, и в перемешку с современными номерами. Ну да, это бог. Да, чтобы все случилось. Спасибо вам огромное, что пришли. Со зрителям прощаюсь до следующей пятницы. Проведите выходные с пользой. С удовольствием. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok